Приветствую зрителей канала Свободный Рынок Миниатюр, с вами Григорий, и сейчас мы посмотрим на анонсы от Games Workshop с Адаптикона. Главная система открыла поток анонсов кодексом Космодесанта Хаоса и двумя новыми лордами. Очень люблю этот арт с обложки, так что даже не обидно, что его не поменяли. Что касается лордов, оба хороши, хотя первый по стилистике отдаёт фэнтези. Я даже сначала подумал, что это герой для Age of Sigmar. С каждым лордом выйдет по большому баттлфорсу. Если вы собираете хусситов, я бы брал оба для коллекции, потому что содержание разнообразное. И сразу перейдём к хаусситам из Age of Sigmar. Страшно представить, но на очереди уже шестая книга компании Дауэн Блингерс. Сколько же их будет всего в итоге? Вместе с книгой показали Абраксию, правую руку Архалона и сильнейшую из всеизбранных. В первую очередь впечатляет её Звелюга, но и сама Абраксия ничем не хуже. Будет идти в коробке с пачкой варангардов. А, и чуть не забыл, ещё выйдет новый кусок Террейна. Тоже крутой, но такой лучше не ронять. Переходим к коробочным играм. Начнём с Варкрая, и для него у нас, наконец, именная банда осярков. Я всё никак не свыкнусь с их лицами, но звери-конструкты точно найдут своего покупателя. Против них в коробке будут сражаться Сильванеты. Лидер будет насылать рой злых пчёл, чтобы они жалили костяшки. Самая крутая модель в коробке, на мой вкус, это злой пень-алтарь. Выглядит устрашающе. Вархаммер Андерворлд скоро начнёт новый сезон Винтермау. Я уже сбился какой-то сезон по счёту, если честно. В стартере будут люди из культа Молний и Пожирателей Плоти. Но если честно, обе банды меня совсем не впечатлили. Например, недавно вышедшая банда флэш-иттеров для Варкрая была значительно интереснее. Да и коробка для Килтима не очень порадовала. Может, просто не мои любимые фракции? Хоть вот он и мне вообще нравится, но банда егерей не зашла. Гинокультисты вышли немного интереснее, но тоже можно было лучше. Зато это отличный источник битцов для какой-нибудь Некромунды. Тут есть и Снайперка, и Мельта, и разное оружие ближнего боя. Можно прям банду в Некромунду собрать. Также в коробке будет два плазменных генератора. Не так интересно, как Терен для Аоса, но пойдёт. Кстати, о Некромунде. С ней вышло совсем лениво. Показали короткий трейлер с обновлённым логотипом и силуэта нескольких миниатюр. В основном похоже на Вансаров. Хоть я их и собираю, и рад новым бойцам, трейлер всё равно унылый и без единой реальной миниатюры. Видимо, не успели. Для старого мира следующей фракцией станут Гномы. Книжка, стартер, новые старые миниатюры. Тут даже не очень хочется придираться. В Оосе классических гномов нам так и не обновили, так что старые миниатюры до сих пор актуальны. А новые выглядят очень недурно. Не уровень Аоса, но новые скульпты гномов мне действительно понравились. Однозначно больше бретонцев и даже царей гробниц. Знаменитый гном на щите даже запал в моё сердечко. Молодцы! И последнее, чем нас порадовали на онлайн превью, это синематик трейлер четвёртой редакции Warhammer Age of Sigmar. Так о чём же Sigmar врал? Откровения не произошло, и девушка-ветеран в ролике нам говорит, что цена за перековку — это утраченная душа. Было бы эпично, если бы мы об этом не знали. В целом, трейлер «Звёзд неба» не хватает. Есть экшон, есть пафос. Да и всё на этом. Больше всего жду обновления модельного ряда скавинов, и мне прям интересно посмотреть на состав стартовой коробки. А на этом новости с Адаптикона закончились. Интересные анонсы, конечно, были, но до уровня прошлого года со львом и десятой редакцией Сороковника не дотягивает. Ну а я с вами прощаюсь. Заглядывайте на сайт свободного рынка миниатюр. Пока!